Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я хочу с вами поделиться своим изобретением. Грядкой-гнездом, как я ее назвал. Идея создания этой грядки пришла ко мне совершенно случайно. Как известно, я уже рассказывал раньше в роликах, я высаживаю арбузы, дыни, кабачки и тыквы на компостные кучи. Как-то весной я поразгребал все компостные кучи и высадил данные культуры. И так получилось, что у меня не осталось места для складирования компоста. Недолго думая, я начал косить траву и обкладывать грядки, компостные кучи по краю вот этой скошенной травой. Потому что, когда я готовил под посадку компостные кучи, все сухие растительные остатки я сгреб в сторону. И они должны были перепреть. Переносить в другую кучу, конечно, такой объем растительного сырья, органики, очень трудозатратно. Ведь компостных куч на участке у меня много. Когда я закрыл компостную грядку по периметру, вот эти сухие растительные остатки, которые лежали в стороне, скошенной травой, значит, вот все начало быстрее перерабатываться, перепревать. Ведь там была необходимая для образования рыхлого компоста влага. Своего рода получилась и грядка одновременно, и компостная куча. Не понадобилось использовать другое свободное место. Обкладывая вот эту грядку слоем травы, получился как бы небольшой холмик, такой вал из травы, который защищает растение от холодного ветра. Получается своего рода такая впадина, которая работает по принципу линзы. Значит, почва в такой грядке очень хорошо прогревается, и грядка защищена, опять же, вот как я и говорил, от холодного ветра. Такую грядку весной очень легко накрыть. Благодаря вот этому холму на грядку можно накинуть пруты, какой-либо лозы, либо деревянные брусы, и накрыть спонбондом. Растения там будут гораздо быстрее развиваться. Очень хорошим подспорьем служит такая грядка, когда участок у вас маленький. И даже для компостной кучи очень тяжело найти какое-либо подходящее место. Ну и кабачки, и тыквы хочется высадить. В таком случае такая грядка будет просто незаменима. Опять же, такую грядку для ускорения компостирования можно проливать различными биологическими препаратами. На основе синой палочки, либо триходермы. Благодаря таким препаратам компост будет созревать намного быстрее, ну и растения будут хорошо развиваться. Ведь данные биопрепараты, данные микроорганизмы защищают наши растения от различных фитопатогенов. На компостной куче в такой грядке растения очень хорошо развиваются. Ведь им хватает питания. А значит, у них хороший рост, хороший урожай и хороший иммунитет. Хорошая устойчивость к вредителям, к заболеваниям. В такой грядке очень хорошо сохраняется влага. Ведь по периметру грядка засыпана травой. Под такой травой всегда есть влага. Когда растения поднимаются, начинают расти, у них образуется хорошая корневая система. Они своими корнями проникают вот в эту перепревшую траву и потребляют нужное питание и необходимую влагу. Вал из травы можно обновлять все лето. После каждого укоса складировать по периметру такой грядки траву. Можно использовать траву от прополки. Она также хорошо здесь перепреет и преобразуется в хороший рыхлый компост. На такие грядки можно высаживать очень многие растения. Особенно такие, как тыквы, кабачки, огурцы, да и различные другие культуры. Они будут хорошо расти. Ведь питания и тепла в такой грядке достаточно. Значит, габариты грядки могут быть абсолютно любыми. У меня такие грядки размера 3 метра на 4 и 2 метра на 3 метра. Такие грядки хорошо прогреваются солнцем и растения идут в рост. Все-таки я считаю, что такого рода грядки не следует делать слишком маленькими, потому что они будут быстро пересыхать. Как вы видите, такие грядки приподняты над землей примерно на полметра. А как известно, чем выше грядка, тем лучше она прогревается солнцем. Осенью такие грядки очень легко убрать. А когда уже собран весь урожай кабачков либо огурцов, ботву я вырываю и переношу на новое место. Снимаю верхний, не перепревший слой травы, а внизу полностью перепревший компост. Его можно использовать на любые необходимые нужды. Например, обсыпать приствольные круги плодовых деревьев, ягодных кустарников, либо вносить под грядки под перекопку в осенний период. Такая грядка имеет массу преимуществ. Во-первых, не нужно занимать место на участке под дополнительную компостную кучу. Такая грядка служит одновременно и компостной кучей, и грядкой для посадки наших теплолюбивых культур. Такая грядка хорошо прогревается солнцем, и растения в ней хорошо развиваются. Попробуйте у себя на участке сделать такую грядку, и урожай у вас будет просто колоссальным. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok